Девушки отдыхают Луна. Тысячи лет ее серебристый свет вдохновлял поэтов, Успокаивал взволнованных, ласкал влюбленных. А теперь Луна. Первая станция грядущего похода человека к планетам Солнечной системы. Мы смотрим на нее уже глазами альпиниста, геолога, инженера. Вот она, наша давняя маленькая спутница. На ней нет атмосферы, нет воды. Голый, сухой, каменный шар, без блеска, без дымки, без облаков. В телескопе изображение Луны получается перевернутым. Около границы света и тени хорошо виден рельеф лунной поверхности. Лунный рельеф. Он очень своеобразен. Всюду кольца. Больше всего просто круглых углублений с развороченными краями. Их называют кратерами. У некоторых в середине возвышается центральная горка. Кольцевые горы с равниной в середине называют цирками. Это цирк Птолемей. Один из самых крупных. На его дне поместился бы весь южный берег Крыма. От Севастополя до Судака. Так Луна видна в телескоп при тысячекратном увеличении. Из-за атмосферных помех это пока предел. Видимость рельефа на Луне меняется при разном освещении. Сейчас Солнце высоко. Рельефа почти не видно. А теперь Солнце опускается к горизонту. Неровности выявляется все больше. По длине теней определяет высоту лунных гор. При косом освещении заметны даже холмики с основанием в полкилометра в виде такой точки с длинной тенью. Почему поверхность Луны такая странная? В одних районах на сотни и тысячи километров все изрыто. В других тянутся загадочные равнины. Неужели в этом хаосе можно разобраться? Можно. Смотрите-с. Видно, например, что лунные горы различны по возрасту. В середине кадра кратер Тихо. Это свежее образование. Края кратера четки. Остры. А вот древний цирк Магин. Края его разрушены. На них много более молодых кратеров. Смотрите дальше. В истории Луны был период, когда жидкая лава затопляла низины. Потом она затвердела. Образовались равнины. Сейчас их условно называют морями. Иногда лава заполняла отдельные впадины. Как цирк Платон. А здесь лунная кора осела. Горы наклонились. И лава затопила их с одного края. Всюду прослеживаются эпохи. Цирк Фракастор до морской. Он существовал до излияния лавы. А кратер рос после морской. Он возник уже на поверхности затвердевшего моря. Как же все это происходило? Единого взгляда на этот счет в науке не существует. По одной из гипорис, из раздробленных хлопьев первозданной космической пыли, постепенно слипаются комки. Они укрупняются. Рождается планета. В недрах огромного шара растет давление. Повышается температура. Но раскаленные камни не плавятся. Их молекулы так сжаты, что не могут сдвинуться с места. Наверху пласты теснят друг друга, смещаются. Возникают разломы. Мгновенно снижается давление. Раскаленные камни переходят в жидкое состояние. Образуется магма. Она более легкая и по трещинам пробивается наверх, расплавляя встречные породы. Под корой планеты образуются магматические очаги. До поверхности остается один шаг. Что же происходит дальше? Какие силы взламывают лунную кору и выпускают на волю миллионы кубических километров огненно-жидкой магмы? Внутренние силы или внешние? Послушаем сторонников внешних сил. Сторонников метеоритной гипотезы. Изучение лунной поверхности показывает, что магма изливалась только в результате ударов крупных метеоритов. Это происходило примерно так. Разрушив кору, метеорит вскрывал магматический очаг. Иногда раскалившись при ударе от резкой остановки, он сам плавил окружающие породы. В обоих случаях лава могла затопить место катастрофы. Потом она затвердевала. Получалось круглое впадило с плоским дном. Так на Луне возникли цирки, заливы и даже целые моря. И каждое образование получалось с одного удара. Теперь дадим слово сторонникам вулканической гипотезы. Изучение лунной поверхности показывает, что магма всегда изливалась сама за счет внутренних вулканических сил. Это происходило примерно так. Через трещину прорывалась лава. На этом месте вырастал вулкан. Находящийся под ним магматический очаг со временем истощался. Потухший вулкан постепенно частями оседал и проваливался. В течение миллионов лет на месте бывшего вулкана создавалась область обрушений, вулканическая кальдера. Из трещин продолжала поступать лава. Она затопляла дно кальдеры. И среди гор появлялась круглая равнина. Так возникли на Луне цирки, заливы и даже целые моря. Пользу этой гипотезы говорит хотя бы расположение кратеров цепочками вдоль глубинных разломов, как на Земле. А за метеоритную гипотезу говорят хотя бы светлые лучи вокруг многих кратеров. Это брызги раздробленных пород, разлетевшиеся при ударе. Брызги. Но разлетевшиеся при взрыве вулканов. Их жерло было заткнуто застывшей лавой. А опыт с порошком. Вот комок порошка падает на рыхлый слой. Получаются типичные лунные кратеры. Даже с центральной горкой. Центральные горки это выдавленные лавовые пробки. Пример земной вулкан Монпеле. Кратер Гигин. Метеорит ударил и расколол лунную кору. Наоборот. Через старую трещину магма пробила себе жерло. Долина Альп явная борозда от метеорита. А кратер в Аргентин заполнил лавой до краев. Это говорит об огромном давлении изнутри. Метеоритные кратеры есть на Земле. Хотя бы аризонский. Поперечник 1200 метров. Это вчерашний день. На Луне сегодня проявляется вулканизм. Жерло кратера Линей заполнило лава. В кратере Альфонс отмечали изверженные газы. Десятки лет тянутся подобные споры. Истину человек узнает только лично добравшись до Луны. Только на месте, все осмотрев и пощупав своими руками. Но до этого человеку придется ступить на Луну. А ведь Луна иной мир. Хорошо, если нога первого космонавта почувствует под собой твердую скалу. А вдруг она погрузится в какой-нибудь трясину. Или утонет в рыхлой бездонной пыли. Или проломит хрупкую скорлупу и провалится. Проблема лунного грунта стала для астрономов, занятых изучением Луны, проблемой номер один.